Завершился матч 25-го тура ТОС на ТОМ. О вашему вниманию пресс-конференции главного тренера ТОМИ, Валерий Кузьмич, непомнящий. Валерий Кузьмич, во-первых, с победой вашей команды и ваше мнение об игре. Ну, скажу, вот это четвертый матч после рестарта. Это первая игра, когда, ну, с одной стороны мы играли неплохо, ну, и удивился соперник. Я помню игру первого круга, ТОС была другой командой сегодня. Короче, это команда, которая не зря презентует на место в премьер-лиге сегодня. Удачи было больше на нашей стороне, признаюсь. И счет, который так случился, там могло быть 4-3 в разные стороны. Я доволен тем, как ребята бились. Так должно быть. Но еще раз мое уважение сопернику. Спасибо. После возобновления первенства ТОМИ не так удачно начала свои игры. Могло ли это сказаться на настрой и довольны ли вы действиями своих подопечных в этой игре? Ну, вот у нас были абсолютно объективные причины нашего неудачного рестарта. Скажем, перед первой игрой у нас 6 игроков оптимального стартового состава отсутствовало. Всего до 9 человек. Поэтому мы очень трудно начинали. Сегодня как-то Мартин играли встал в строй. Бенц выздоровел. И я, конечно, доволен тем, как мы сегодня играли. Хотя не без огрехов, не без изъянов. Особенно, когда мы играем без мяча. С мячом у нас лучше получается. Ожидали ли игры от Тосной? Готовились ли к таким сочетаниям игровым, которые предложил соперник в этом матче? Признаюсь, там произошло две замены. Я не знаю, по каким причинам. Не хочу называть фамилии. Но, в принципе, мы хорошо знаем игру сегодняшнего Тосна. И мы готовились к этой игре. Другое дело, что скорости, на которой сегодня Тосна играл, меня немножко удивили. Обычно играет медленнее. В лучшую сторону? Ну, сегодня, конечно, для вас в лучшую сторону, для меня в худшую. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Спорт-экспресс. Вы, извините, Турдей, после еще той же старта, после матча с «Зенитом», который выиграл дреновик в Петербурге, вы сказали, что такие победы вас настораживают. В итоге ваши опасения развеялись. Нет, они оправдались, к сожалению. Вот после того матча, о котором вы говорите, у нас не смог продолжать Джиоев. Потеряли мы Темникова. Ну, в это время играл Миланов и Раник. И вот эти вот, ком этих проблем, тяжелым грузом, и на меня, и на ребята. Очевидно, вот это вот давление, которое мы испытывали, что нужно выиграть, и команда, которая внизу турнира и таблица, мы с ним не справлялись. Излишние нервы. Сегодняшняя игра, мне кажется, она как раз поможет нам встать снова на террельс, на которых мы были до перерыва, скажем так. Коллеги, еще вопросы? Как вы теперь оцените ситуацию в первой четверке в ПНЛ и борьбу за выход в Премьер-Любин? Мне кажется, вверху не четверка, поменьше мере пятерка. Во-вторых, все, все продолжается. Здесь потери, которые не съел, ну, команды фавориты, которыми мы являемся тоже, в том числе, вполне неожиданно, и все может быть. Поэтому я думаю, что борьба будет идти до конца. Спасибо всем. Коллеги, продолжаем пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Тосный» Евгений Николаевич Перевертайлов. Евгений Николаевич, ваше мнение о завершившемся матче? Очень интересный матч, игра двух достойных друг друга команд. И мы хотели атаковать, и Томь также играет в атакующий футбол. Обилие голевых моментов, и от них и от других ворот. Но здесь на первый план выходила игровая дисциплина. То есть баланс в игре между атакой и обороной. И мы немножко увлекались атакой, глубоко уходили вперед при развитии атаки. Ну и те ошибки в передаче, которые мы допустили, они приводили к опасным моментам у наших ворот. Но, тем не менее, шансы изменить счет. По ходу матча у нас были. Также были шансы забить и у Томи еще. Я считаю, что равная игра, интересно. Но работать есть над чем. Есть что исправлять, есть что улучшать. Будем этим заниматься. Команда агрессивно начала игру. В первой части первого тайма она была близка к успеху. А вот во второй половине, по крайней мере, первого тайма не хватило, возможно, физических кондиций. В чем можно объяснить? Да нет, я не думаю, что физические кондиции здесь какую-то роль играли. Здесь играла, еще раз повторюсь, баланс распределения сил на футбольном поле. При атаке необходимо прикрывать потери мяча. И нам не всегда это удавалось. Вы видели, Томи имела несколько быстрых переходов в атаку, которые были опасны. Во втором тайме здесь уже, конечно, наложил свой отпечаток результат. Игра по счету заставляла нас торопиться. И отсюда опять-таки ошибки. Но, тем не менее, были очень хорошие отрезки в игре, где ребята действовали очень организованно, качественно. Не хватило только забитого гола. А сказалось ли еще на действии во втором тайме, что все-таки и ротация в составе была произведена перед игрой, в сравнении с прошлым матчем, вынужденная ротация? Конечно, сказалось, да. Отсутствие таких игроков, как Прокофьев, Фатулаев, Дирхамов, конечно, для нас имеют ощутимые, так скажем, моменты при усилении игры за счет замен, допустим, или же при определении основного стартового состава. Ну, что делать? Это футбол. Потери неизбежны. Их надо уметь компенсировать. Сегодня нам это не удалось. В полной мере. Коллеги, ваши вопросы? Можно, да? Евгений Николаевич, матч проигран к прямому конкуренту. Команда находилась рядом. Вот сейчас в раздевалке. Какова была атмосфера в команде? И не будет ли давить это проведение психологически на ребят в концовке турнира? Ну, естественно, все расстроены результатом, но все понимают, что вся борьба еще впереди. Еще ничего не потеряно. И, конечно, мы проанализируем наши действия в атаке в обороне в этой игре. И будем стараться двигаться дальше только с той целью, чтобы подниматься в турнир таблицы. Еще вопрос только, ребят. Можете несколько слов по поводу своего статуса? Нынешнего, вашей, как я понимаю, нету большей ставки. И вот, не было ничего. Что я могу сказать? Можно как-то по-новому себя ощущать? Да нет, но я в общем-то в роли главного не первый раз, поэтому ощущения нормальные, рабочие. Почему вообще была переставка? Это какой-то испытательный срок? Ну, я не знаю, на эту тему много было вопросов. Требовался определенный этап в сотрудничестве, в работе, ну, в налаживании каких-то, может быть, взаимодействий между мной, как исполняющим обязанности главного тренера и командой. Да, ну, я думаю, что мы имеем взаимопонимание и взаимное доверие, у нас все нормально. Спасибо, Евгений Николаевич, спасибо коллеги.